Тема лекции такая. Я вам поведаю о своей беде. Похоже, что я прочитал все детективные произведения, какие мне были доступны. И эта беда меня настигла не вчера, а несколько лет назад. Когда я этим по-настоящему интересовался. Потом я их прочитал еще. Самые лучшие я прочитал по многу раз. Что мне делать теперь, я не знаю. Я решил использовать опыт писателей. Про них говорят так. Писателям лучше, чем обычным людям. Обычный человек в разговоре не нашел, что сказать. И упустил свой шанс. А писатель не нашел, чего сказать. Пришел домой и все написал. Я решил этот же принцип использовать наоборот. Раз я не могу читать детективы, то я могу про них говорить. Мы сегодня много внимания уделяем игре. Я предлагаю все-таки вернуться к классике. К нидерландскому мыслителю Хёйзинге. Чьи работы перед вами. Хёйзинга дал классическое определение игры. Что такое игра? Игра – это свободная деятельность, осуществляемая по определенным правилам. Не в заправду. Которая проходит в особом времени и пространстве. И приводит к формированию особых игровых сообществ. Если мы эти признаки приложим к детективной литературе, то нам будет очень легко понять, почему эта литература игровая. Самая игровая из всех игровых литератур в мире. Свобода – это общее свойство любой литературы, не только детективной. Это необходимые условия литературы. Рабская литература – это оксюморон. Такой литературы не бывает. И даже если в условиях рабства создается какая-то литература, значит в условиях этого рабства есть хотя бы какое-то пространство для свободы. Это ясно и не требует доказательств. По правилам. Детектив – это наиболее регламентированный из всех литературных жанров. Это жанр, который регулируется большим количеством кодексов, канонов. Их есть несколько версий. Самые главные правила можно свести к следующему. В основе сюжета лежит загадочное преступление. Содержание книги – это его расследование. Разгадка должна быть неожиданной. Дворецкий считается дурным тоном уже лет 80, с 1935 года. Преступник должен быть разоблачен строго логическим способом. И самое главное – у читателя должны быть ровно все те же сведения, которые были у того, кто раскрывает преступление. Поэтому, например, запрещено вводить в конце нового персонажа. Круг персонажей должен быть ограничен изначально, чтобы любой читатель мог определить правильно, кто преступник. Не в заправду. Вот это ключевое, это самое главное свойство детектива. Предельная крайняя степень литературной условности. То, за что детектив чаще всего критикует. Говорят, так не бывает, это невозможно, это неправдоподобно, это неестественно. Ну, конечно, вообще литература неестественна, если вы не знали. Поэтому, как правильно кто-то из авторов детектива говорил, критиковать детектив за то, что он ненатурален, неестественен и невероятен, но это как критиковать воду за то, что она мокрая, или критиковать зиму за то, что зимой холодно. Это так и никак иначе. Я предлагаю посмотреть на то, как это делается, на одном примере. Это шедевр из шедевров. Это хрестоматийный роман, культовый, среди любителей детективного жанра. В России мало очень читаемый. Автор его, мэтр из мэтров детективного жанра, тоже малоизвестен, хотя почти все переведено на русский язык. Я спрошу, знает ли кто-нибудь такого автора, как Джон Диксон Карр? Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает. Ну, скажем так, немногие, хотя, повторяю, переведено почти все. Роман называется «Три гроба». Этот роман знаменит, помимо всего прочего, тем, что в середине, помимо основного детективного сюжета, там есть теоретическое эссе о детективном жанре. И вот представьте себе, что делает этот автор. Маленький трактир, уютная отдельная комната. Это все детали, которые очень важны, не случайны. Там собирается группа друзей, где верховодит персонаж, который очень характерен для этого автора, это разоблачитель чудес. Это такой скептик, ученый, который ни во что не верит, который постоянно занимается тем, что выводит на чистую воду всякие мистические чудеса, и доказывает, что чудес на свете нет. Профессор такой, представитель критического разума. И они обсуждают очень насущную проблему, такого практического характера, могут ли вампиры выбираться из могил. И этот профессор с высоты своего авторитета говорит, нет, все эти случаи, они давно изучены, никакие вампиры, ни из каких могил выбираться не могут. Человек не может преодолеть эти рамки. И тут появляется незнакомец, который говорит ему, профессор, вы действительно думаете, что человек не может проходить через стены? Тот говорит, не может, конечно. А тот вдруг внезапно говорит ему, а вы, вам что-то говорят такие слова, три гроба. И мы видим, и все слушатели видят, что профессор побледнел. А гость продолжает говорить странные вещи. Он говорит, мне не нужна ваша жизнь, но вы опасаетесь моего брата. Моему брату нужна ваша жизнь. И он может вас навестить в любой вечер. А ему говорят, да кто вы такой? Кто вы вообще такой? И он показывает визитную карточку, и там написано, Пьер Флей, фокусник-иллюзионист, адрес Калиостро-стрит, дом такой-то. Вот уже здесь, в самом начале произведения, автор очень умело расставляет точки, между которыми начинают формироваться определенные силовые поля. Вампиры, могилы, человек, который проходит сквозь стены, фокусник-иллюзионист, Калиостро. Волей-неволей мы начинаем гадать, а что же это значит, что происходит, к чему эти странные слова, к чему эти странные события, при том, что еще, в общем-то, ничего не произошло. А дальше начинает происходить. Профессор зачем-то покупает огромную картину, где изображены три свежие могилы. А потом к нему в дом приходит человек с фальшивым картонным лицом, который показывает пустую визитную карточку. И он заходит в комнату к профессору и бесследно оттуда исчезает. Профессор мертв, а гость пропал, хотя дверь заперта, за дверью наблюдают. Через дверь он выйти не мог. Через окно он тоже выйти не мог, потому что за окном снег и следов ног нет. Человек исчез, пропал. Что это за игра? Это вот та самая игра, про которую сегодня говорили. Это, по сути, пазл. Но это такой особый пазл, где тебе не сразу выдают все кусочки, а тебе их дают по частям. И ты никогда не знаешь, а в какой момент у тебя есть на руках все фрагменты для того, чтобы сложить картинку. Кроме того, тебе наряду с настоящими кусочками пазла еще подкидывают кучу ложных. Потому что ты не знаешь, какие детали, какие мелочи окажутся важными для раскрытия дела, а какие подброшены просто для того, чтобы отвлечь ваше внимание, как в тех же фокусах и трюках. Это игра даже не столько сыщика с убийцей. Да, она есть, но она иногда отходит на второй план. Это игра автор-считатель. Один из могильщиков детективного жанра, американский писатель Чендлер, высмеивал эту манеру письма, называя ее так. Что делали шесть кошачьих волосков на блюдечке в холодильнике? Что она имеет в виду? А вот эту любовь авторов детектива к смакованию разных странных деталей, разных мелочей, которые вроде бы помогают установить истину. Например, у Агаты Кристи может преступник выдать себя кусочком губки, отрезанным ножницами, уголок от губки, отрезанным ножницами валяется на полу. Из этого Пуаро делает вывод, кто убийца. Или на блюдце лежала лишняя чайная ложечка. Должна быть одна ложечка, а лежали две. Из этого вытаскивается кто преступник. Или в том же романе, который я сейчас цитировал, «Колокольный звон». Или в камине лежат обгоревшие куски картона со странными буквами. Но тут хоть Чендлер и шутит над этими кошачьими волосками, на самом деле он ведь поймал очень точно суть дела. Что делали шесть кошачьих волосков на блюдечке в холодильнике? Во-первых, это формирует тот самый вкус, вкус к наблюдению мелочей, о котором сейчас говорили. Мир, он состоит из множества очень незаметных вещей, но каждая из этих вещей, она по-своему удивительна, она загадочна, она парадоксальна. Но, что делают эти волоски, они действительно делают, они не просто лежат в холодильнике на блюдечке. Они делают что-то, они несут смысл, они что-то значат. Что касается пространства и времени. Важнейшая пространственная характеристика детективного жанра – это герметичность. Классическая загадка, это именно та, которую я сейчас описал, это загадка запертой комнаты, когда преступник не мог зайти в помещение, не мог выйти из помещения, и в то же время жертва убита при обстоятельствах, исключающих самоубийство. То есть человек одновременно в комнате был, и в то же время он там быть не мог. Это считается вершиной изобретательности авторов жанра. Даже если этой загадки нет, то может использоваться модель изолированного поместья, где находится, скажем, 8 гостей, но никто не может туда попасть, потому что оно отрезано снегопадом от внешнего мира. Или вообще та или иная форма замкнутого пространства, или уж как минимум замкнутого круга лиц, которые могли совершить преступление. Это символ. Это символ, во-первых, замкнутого социального пространства, например, изолированной социальной группы, или сообщества, которое отрезано от внешнего мира, и внутри него бродит насилие. И одновременно это символ европейского индивидуального замкнутого сознания, изолированного от других сознаний, в котором также бьется какая-то убийственная мысль или эмоция. И, наконец, самое главное, любая игра отсылает к чему-то серьезному. Например, игра в дочке-матери готовит к семейной жизни. Игра в шахматы была придумана для того, чтобы готовить молодых аристократов к войне, к искусству ведения боя. И детектив тоже имеет связь, ну, как минимум, с тремя очень-очень серьезными социальными задачами. Первая функция детектива та же самая педагогическая. Это прививание любви к мышлению. Если ты читаешь его определенным образом, если ты не просто его глотаешь, а пытаешься играть с автором. Это умение увлечь себя вопросом, который ставит перед тобой автор. Это умение искать. Это поисковый тип мышления. Эстетика деталей дополняется этикой научного поиска, потому что детектив, по сути, это есть не что иное, как приготовительная школа научного мышления. То, что делает сыщик в детективном романе, аналогично работе ученого. Сбор данных, постановка опытов, экспериментов, обобщение, анализ и, наконец, открытие. Вторая функция это функция терапевтическая. Не случайно в абсолютном большинстве случаев преступления, которые расследуются в детективе, это именно убийства. Да, есть детективы о кражах, есть детективы о похищениях людей, но 95% детективов написаны об убийствах, то есть о смерти, о самом страшном, что может себе представить человек. И не случайно рассвет детектива связан с мировыми войнами. Взлет, настоящий прорыв детективного жанра начался после Первой мировой войны. Складывается впечатление, что в детективе изживается травматический опыт. В безопасной для человека форме. Пару недель назад, по-моему, здесь была лекция про маме троллей. И Дина Ягодина цитировала фразу из Туви Янсен, которая звучит, по-моему, примерно так. «Тот, кто ест блины с вареньем, не может быть по-настоящему ужасным». И вот в этом романе «Три гроба», который я перечитал на днях, я с удивлением нашел очень похожую по своему построению, по смыслу фразу. Фраза такая. Ужас перестает быть ужасом, если его приходится разгадывать как алгебраическую задачу. Удивительным образом эти два автора, сказочница Янсен и детективщик Джон Диксон Карр, получается, решают одну и ту же проблему. Они ищут, как избыть ужас XX века. Как приручить этот ужас, одомашнить этот ужас. То, что русский поэт Мандельштам называл словами «эллинизация смерти», обживание смерти, согревание ее, как он пишет, человеческим теплом. Но только Янсен это делает через помещение ужаса в бытовой уют, то, что у датчан называется словом «хюге», особое слово. А детективы и их авторы делают это путем помещения ужаса в рационально-логическую оправу. Там, где ужас, это уже не ужас, а некая интеллектуальная задача. Которую необходимо просто разрешить. И, наконец, третья функция, наиболее интересная, на мой взгляд, функция детектива, я о ней прочитал даже несколько отдельных лекций, это социально-политическая функция. Детектив это утопический жанр. Это мечта об идеальном обществе. Во-первых, это царство справедливости. Это то место, где добро всегда побеждает зло, где всегда преступление наказано, всегда невиновный, если его подозревали, очищен от подозрений, виновный всегда понес кару. В этом смысле очень-очень характерен один из рассказов Конан Дойла, где в финале Шерлок Холмс и доктор Ватсон судят преступника, образуя как бы суд присяжных. И оправдывают его. В этом рассказе становится видно то, что в общем-то можно увидеть и в других произведениях Конан Дойла, но просто тут это вышло на поверхность. Шерлок Холмс это альтернативное государство. Он делает то, чего не может делать настоящая, реально существующая власть. А, например, у Честертона в его детективах эта мысль движется еще дальше. Не нужно вообще никакого насилия, не нужно даже ареста. Поэтому очень часто в рассказах про священника отца Брауна отец Браун, разоблачив преступника, после исповеди его просто отпускает. Этого достаточно. И кроме того, эта справедливость всегда восстанавливается только путем разума. Это никогда не случайность. Это никогда не провокация. Это никогда не просто раскаяние и голое признание преступника. Это всегда работа человеческого интеллекта. Поэтому справедливость интеллект удовольствия от поиска я думаю, это те ставки, ради которых в эту игру стоит поиграть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...